Такие активные и быстрые животные-кохорьки во время выгула любят исследовать всю окружающую их территорию, поэтому без специального поводка не обойтись. Специальный поводок сделает выгул домашнего питомца спокойным и приятным. Питомец не сможет убежать или заблудиться, если он под присмотром на поводке. Для выгула хорьков на поводке используются шлейки, и сейчас мы рассмотрим, какие виды шлеек бывают. Жилетка, восьмерка из нейлоновой веревки, восьмерка на пряжках или на защелках, n-образная на пряжках или на защелках, x-образная на одной центральной защелке. Шлейка для хорьков продается не во всех магазинах, и не стоит покупать, лишь бы что. Есть типы шлейк, которые опасно одевать на хорьков. Сегодня мы рассмотрим, как выбрать правильную шлейку для хорька и рассмотрим их преимущества и недостатки. А также покажу, как надевать шлейку на питомца. Будут еще отдельное видео на тему прогулок с хорьком чуточку позже. Как отрегулировать шлейку? Шлейка должна быть отрегулирована так, чтобы между хорьком и шлейкой вы могли засунуть один палец. Если шлейка будет сильно ослаблена, хорек легко вылезет с нее. Если шлейка будет затянута, хорьку будет больно в ней находиться. И помните, не существует шлейки, из которой хорек не сможет выбраться. Всегда наблюдайте на прогулке за своим питомцем. Требование к шлейке. Должна быть не тонкой. Если неожиданно подбежит собака, вам нужно успеть быстро поднять хорька. Тонкая шлейка врезается в тело. Должна быть возможность регулирования размера. Шлейка должна позволять регулировать размер, даже если хорек поправится или похудеет. Не сковывает движение. Нужный размер для вашего хорька. Производители шлейк могут сделать регулируемый размер, но он все равно окажется мал на крупного самца. Не расстегивается сама. Качественная фурнитура. Она не должна заедать. На качество и долговечность шлейки влияют материалы, из которых ее сделали. Шлейка-жилетка. Данная шлейка встречается на липучках и на защелках. По моему мнению, она не соответствует требованиям шлейки для хорька. Все хорьки по размеру разные. На лето они худеют, на зиму полнеют. Мальчики вообще крупнее девочек. А шлейка, по сути, не регулируется. Мало того, что своим размером и кроем она ограничивает движение, доставляя неудобства питомцу, так еще и липучки расстегиваются прямо на прогулке. Есть миф, связанный с такой шлейкой в зимнее время. Якобы она сохраняет тепло тела питомца, что помогает предохранять от переохлаждения. Зимой вообще не стоит никакую одежду одевать на хорька. Он от этого только замерзнет. Когда хорьку холодно, он распушивает шерсть, создавая воздушную прослойку. И она очень хорошо держит тепло при условии, если хорек уже нарастил зимнюю шерсть. А если ему шерсть придавить, он не сможет согреться естественным образом. А любая зимняя жилетка будет греть хуже натурального хорькового меха. А чтобы хорек не замерз, не гуляйте долго по холоду. Спрячьте питомца под куртку или в теплую переноску. Такой шлейкой мы точно не будем пользоваться. Я ее разберу на фурнитуру. Шлейка-восьмерка из нейлоновой веревки. По моему мнению, она не соответствует требованиям шлейки для хорьков. Да и эту нитку сложно назвать шлейкой. Она слишком тонкая и у нее слабая фурнитура. Изготовлена из прочного нейлона маленького диаметра. В такой шлейке, если вы питомца поднимите резко от подбежавшей собаки, хорьку будет больно от того, что нить врезается в тело. Одеть ее легко, но хорьку также легко из нее выбраться, что, собственно, и сделала моя хориха на съемках в лесу. Шлейку и поводок планирую разобрать на завязке для нового гамака. Мы такую шлейку носить точно не будем, я ее не рекомендую. Шлейка-восьмерка на защелках. Это первая наша шлейка-восьмерка, купила ее специально для этого видео. Честно говоря, не думала, что она мне так понравится. Ее удобно и быстро одевать. Есть всего лишь один момент, который в ней меня смущает. С внутренней стороны есть петелька, которая прикасается к телу питомца. Могу предположить, что она может давать дискомфорт питомцу, но судя по тому, как активно гуляет хорь, он ее совершенно не замечает. И что мне еще нравится, теперь у моей парочки есть шлейки одинакового цвета. Рекомендую брать конкретно эту шлейку на девочку и на мальчика. Н-образная шлейка бывает на пряжках и на защелках. Шлейка Н-образная на пряжках. Передние и задние ленточки пришиты к центральной части. Застегивая пряжку, будут висеть концы, которые можно прижечь, чтобы не висели. На ленточках нету отверстий. Каждый раз, одевая шлейку, пряжку можно зафиксировать в любой точке, но с каждым ее одеванием она может деформироваться и ниточки будут вытягиваться. Это моя первая и последняя Н-шлейка на пряжке. Она мне показалась очень неудобной и непрактичной. Чтобы застегнуть пряжку, нужно было приноровиться и потренироваться. Много мелкой моторки при одевании такой шлейки. Иголочка постоянно куда-то ускользала, и как вообще застегивать на более мелких животных, я не понимаю. Такую шлейку мои хорьки носить точно не будут. Я планирую разобрать ее на фурнитуру, а колечко использовать для другого полезного аксессуара. Шлейка N-образная на защелках. Эта шлейка отлично подходит для хорьков. Она одна из самых удобных и доступных в зоомагазинах. В любом зоомагазине можно купить красивую шлейку на защелках для котенка или для кролика и ушить под размер вашего питомца. Такую шлейку можно шить самому или заказать на пошив у мастера. У меня есть несколько иннообразных шлейк на обзор, и даже среди них есть удобные и неудобные. Это моя самая первая шлейка, купленная в 2012 году. Ей уже порядка 10 лет. Когда о шлейках для хорьков было мало что известно, и где купить в Одессе непонятно, в зоомагазине среди шлейк для котят, мне очень понравился этот рисунок. И к тому же на шлейке не было надписи котенок, как было на других вариантах. Ее купили, ушили, и я использовала ее как основную около трех лет. А дальше обстоятельства сложились так, что она уехала с моей первой хорюшкой в новую семью к другому хорьку. Спустя 7 лет шлейка вернулась ко мне. Спасибо Наташеньке за заботу о хорюшке дымке. Шлейка дорога мне как память. За полгода мы ее одевали всего лишь один раз, и вот второй раз одели для этого видео. С годами она потерлась, и пластиковые защелки стали хуже работать. Остальные наши иннообразные шлейки были сшиты на заказ у мастера по текстилю для хорьков. Покупая шлейки у мастериц, нужно обращать внимание на материал, из которого делают шлейку, длину поводка и качество фурнитуры. Про качество фурнитуры расскажу чуть позже. Можно заказать только шлейку без поводка. Делая заказ, уточняйте, для какого пола нужна шлейка, ведь мальчики крупнее девочек. Шлейка-юбка наша любимая шлейка, сшитая на заказ. Решила ее заказать после того, как устала отвечать на прогулки прохожим, что наш белый хорек это мальчик, а не девочка, а маленький черный это девочка. В общем, как только мы начали на прогулку одевать юбку, все вопросы о том, кто девочка, а кто мальчик, отпали. Несмотря на то, что шлейку настроила в максимальный размер, видно, что она уже маловато. К зиме наша девочка поправилась, и я планирую заказать новую шлейку под текущий размер. Шлейку-юбку мы любим. Она сделана с качественной фурнитуры, и не только красивая и удобная, но и юбочка находится сверху. Хорек, когда топает, бегает, он на нее не наступает. Единственный нюанс, который в ней есть, это ежики, которые липнут не только к вашим ногам на штаны, но и на фатин-юбочке. Не одевайте ее в лес или заросли. Рекомендую. Шлейка-кексик. Удобная. Я люблю ее одевать на мальчика, так как у нее достаточно большой размер регулирования. Покупала без поводка. Шлейка-летучая мышка. Еще одна ручная работа. В комплекте с ней шел поводок 2 метра. Спустя пару месяцев карабин на поводке начал заедать, и сейчас его использование стало невозможным. К той шлейке, которой я его использую, пришлось довешивать дополнительный карабин для сцепки шлейки и поводка. Очень жаль, что мастер сэкономил 20 гривен на материале и не проверил качество фурнитуры. Ведь цена такой шлейки была в 3 раза дороже, чем предлагают в зоомагазине для котят. Второй нюанс относится к крыльям. Покупая такого подобия шлей, вы должны понимать, что они только для того, чтобы сделать пару фоточек, чтобы были красивые фотографии. Они совершенно не подходят для повседневного использования. Крылья сползают на бок, хорек лапами наступает на них. Не одевайте декоративные шлейки в лес в заросли. Гуляя по траве, они насобирают на себя много ежиков. Шлейка икс-образная на одной центральной защёлке. Простая в использовании, быстрая в одевании. Соответствует всем требованиям к шлейке. Фурнитура металлическая, хорошего качества, окрашенная в чёрный цвет. Есть один недостаток. Со временем чёрная краска будет область, но на функциональную часть это не влияет. Рекомендую брать эту шлейку конкретно на девочек. К сожалению, её максимальный размер будет маловат на мальчика, и он в неё не влезет. Нельзя выгуливать хорька на ошейнике. В целом не нужно одевать дома ошейник на хорька, пользы от него никакой не будет, а будет только вред. А если к вам пришли гости, и вы боитесь, что на хорька наступят, или прижмут дверью, нужно или отправить хорька отдыхать в клетку, или одеть на хорька удобную шлейку без поводка и с колокольчиком. Так вы всегда будете слышать не только топот лап, но и звон колокольчика. Хорькам такой аксессуар запрещен. И напоследок хочу рассказать о сворке. Сворка это очень удобный аксессуар на прогулку, если у вас два хорька и обеих хочется выгулять одновременно. В зоомагазине сворки бывают разных размеров, на маленьких и на больших собак. Не покупайте её через интернет, можете не угадать с размером. Свою первую сворку я сделала сама. Купила в рукодельном магазине два карабина, петельку и ленту. Очень удобная вещь, хорьки не разбегаются по сторонам. Бегут наравне или активный хорек на прогулке подгоняет пассивного. В этом видео я описала своё мнение о шлейках. И вот какой итог у меня получился. Такие шлейки рекомендуются к использованию. А такие шлейки и ошейник я не рекомендую использовать. Если вы в чём-то не согласны, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях под видео. Будем обсуждать. По результату голосования в группе хорь по-киевски самой популярной шлейкой оказалась Н-шлейка. И в заключении хочется сказать, какая бы ни была хорошая шлейка, из неё всё равно выберется хорёк. Куда пролезла голова, туда и туловище проскользнёт. Поэтому всегда следите за тем, где хорёк и что он делает. Это видео посвящается моей первой хорюшке Дымке. Также на видео участвуют Бейлис, Эксепшн и Рафаэлка.